Итак, всем привет! Сегодня речь пойдет у нас про карман для SSD NVMe накопителей от фирмы. Правильно произносить это GII, но я буду называть GE. Моделька называется i9-583. Суффикс 583 говорит нам о том, что данное устройство построено на базе контроллера от Micron GMS583. Характеристики его аналогичны контроллера от Realtek RTL9210B. На канале есть обзор одного из самых дешевых карманов от Realtek, построенного как раз на нем. Как гласит спецификация, GMS583 это мост, мостовой контроллер от USB 3.2 Gen2 или 3.1 Gen2 к PCI-Express Gen3 на X2. То есть он задействует всего две линии PCI-Express, соединяющие USB-хост и запоминающие устройство PCI-Express. Интерфейс USB 3.2 Gen2 обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит в секунду, что вдвое превышает скорость передачи данных USB 3.2 Gen2. Контроллер поддерживает команду Trim для твердотельных накопителей и технологии Bot, bulk only transport, но это очень древняя технология, она использовалась еще на USB 1.1, по-моему. И USB-attached SKC-протокол USB. Единственное различие между GMS583 и RTL-9210B в том, что последний может работать как с устройствами PCI-Express, так и SATA устройствами. Он автоматически определяет тип устройства, вставленного в разъем M.2. Что особо радует, за сумму чуть более превышающую стоимость кармана от Орико, в случае JE вы получаете металлический корпус, два кабеля с разъемами USB Type-C и USB Type-A, набор термопрокладок, отвертку для установки накопителя. Металлический корпус хорошо отводит тепло, как от SSD накопителя, так и от самого моста. Здесь контроллер также соприкасается с корпусом через термопрокладку. Это важно, если вы будете использовать данный карман с горячими SSD накопителями, например, с PM981A от Samsung. Тестировать будем с двумя типами накопителей. Первый – это старичок Silicon Power P34A60, и второй – это Samsung PM981A. Посмотрим, будет ли хоть какая-то разница в скоростях между этими SSD через данный мост. Во время тестов, как и в случаях тестирования кармана от Орико, у меня возникли проблемы с прохождением этих самых тестов. Опять CrystalDiskMark, OttoBenchmark, AIDA64 стали зависать на тестах при операциях записи. Я стал искать причину. Сначала отключил всю периферию, подключенную через USB, кроме мыши и клавиатуры. Не помогло. Отключил SATA диски, кроме системного, результат такой же. В BIOS перевел в Disable параметр USB Legacy Mode. Не помогло. Копаем дальше. Отключил клавиатуру и начал втыкать мышь в порты USB, обслуживаемые напрямую процессором. И в процессе этого перетык обнаружил, что тесты наконец-то стали проходить. Причем порт USB, к которому подключалась мышь, уже не имел значения. Я оставил ее в порту USB 2.0, обслуживаемой чипсетом материнской платы. Обнаружил интересный момент. В спецификации на Ryzen 5600 указано, что он может обслуживать 4 порта USB 3.2.2 Gen 2. Но на материнской плате присутствует всего лишь 2 разъема USB 3.2 Gen 2. И 2 разъема, но уже USB 3.2 Gen 1. И все эти 4 порта обслуживаются линиями процессора. Информации о том, с чем связана такая обрезка по скорости по двум портам, я найти не смог. То ли это ограничение, заложенное производителем материнской платы, гигабайт. Но, скорее всего, это все-таки ограничение касается возможностей процессора. Надо сказать, что спецификации на официальном сайте AMD на Ryzen 5600 весьма скудно описаны. И, возможно, имеет какие-то недокументированные вещи. Как, например, невозможность обслуживания более двух портов USB 3.2 Gen 2 одновременно. Итак, наконец-то тесты. Итак, первый тест, который я проводил, это на USB 3.2 Gen 1. Crystal Disk Mark показал стандартный для этой версии USB скорости последовательного чтения записи в 400 Мбитс. Запись даже чуть больше, там 413 Мбитс. Ата-диск Benchmark, начиная с блоков больше, чем 128 кБ, также показывает схожие скорости. Это 400 Мбитс на чтение. И скорость на запись у него чуть пониже, 380 Мбитс в среднем. А SSD Benchmark показал, в принципе, такие же скорости последовательного чтения записи. 380 Мбитс на чтение и 390 Мбитс на запись. AG System стандартный, 398 Мбитс на запись и 378 Мбитс на чтение. Как мы видим, все синтетические бенчмарки показывают практически аналогичный результат. Теперь перейдем к тестам чтения записи на AIDA64. Так, первый тест – это линейная запись всего объема накопителя. Здесь также на протяжении всего процесса записи скорость держалась в среднем где-то 380 Мбитс в секунду. Тест записи всего объема накопителя. Ну, здесь мы видим стандартную для накопителя Silicon Power вот эту пилораму с колебаниями в конце. Так работает сам контроллер накопителя. Средняя скорость записи здесь уже похуже, чем в синтетических тестах. Это ожидаемо, потому что запись производится на весь объем накопителя, и она составляет 222 Мбитс. Максимальная скорость, с которой он стартовал – 394 Мбитс, что, в принципе, тоже бьется с результатами синтетических тестов. Тест USB 3.2 Gen 2 провел для двух накопителей – Silicon Power и Samsung PM981A. Вот здесь уже скорости на чтение и запись мы видим такие, какие они должны быть. Не так, как в случае Орика, где почему-то скорость чтения резалась в два раза и составляла 400 Мбитс в секунду. Здесь, соответственно, 1900 Мбитс в секунду на чтение у Silicon Power и немногим больше у Samsung. OtoDisk Benchmark также показала отличные скорости – 940 Мбитс на запись и 990 Мбитс на чтение. Это для Silicon Power. Примерно такие же скорости для Samsung. Все, в принципе, одинаково, как на мелкоблочке, так и на больших блоках. AS SSD Benchmark тоже показал отличные результаты, только в случае Silicon Power немножко съехала скорость линейной записи. Она составила 836 Мбитс в секунду. В остальном все также очень ровно. AG System Test – тот редкий случай, когда Silicon Power обогнал Samsung. Но, в принципе, тоже результат коррелирует. 900 Мбитс в секунду на чтение и 960-930 Мбитс в секунду на запись. Тесты AIDA. Линейное чтение всего объема диска. Здесь также видим, что на протяжении всего объема диска скорость сохраняется, составляет где-то в среднем 950 Мбитс в секунду. Это отличный или стабильный результат. Запись всего объема накопителя. Линейное чтение всего объема накопителя. Здесь графики характерны для того или иного накопителя. Такие же графики мы видели при тестировании накопителей через разъем M.2 на материнской плате. Ну и вот здесь вот ожидаемо накопитель от Samsung вырывается вперед, причем существенно показывает почти в три раза большую скорость записи в 633 Мбитс в секунду, тогда как Silicon Power показал всего 967 Мбитс в секунду. Копирование файла большого объема используется накопитель от Silicon Power. Копирование файла объемом 150 Гбитс в начале скорость достигала около 500 Мбитс в секунду, но после 16% от объема файлов она у нас падает до 230-200 Мбитс в секунду, что мы в принципе видели на тесте линейной записи от AIDA. В такой конфигурации я все тесты повторял несколько раз. Все итерации тестов проходили без каких-либо лагов, зависаний, ошибок и прочее. Выводы. На момент покупки GE i9-583 стоил немногим большим, чем модель Atorica PDD-M2-C3, и на моей системе контроллер Micron GMS583 показал намного более стабильные результаты в тестах и более высокую скорость чтения, чем тот же контроллер от Realtek RTL-9210B. И это еще без учета того, что данный САВШ имеет металлический корпус против пластикового Atorica, комплектуется двумя девятижильными кабелями с возможностью передачи данных более 480 Мбитс в секунду. В тестах, к сожалению, объективно измерить температуру нагрева я не могу, потому что пирометра у меня нету, а так как мост не передает показания температурных датчиков с накопителя, то и программно я тоже это измерить не могу. Но специально обученный палец ощутил терпимый нагрев при тактильном контакте. В тестах, когда в карман был вставлен Samsung PM981A. Это важно для горячих SSD, но, по правде говоря, использовать быстрые SSD с карманами до 10 КБПС смысла не имеет, так как ощутимо режутся скорости накопителя. Так, например, PM981A через карман дает в среднем около 1000 Мбитс на чтение и запись. С учетом текущего повышения цен на модель Atorica, справедливый вопрос, а с какого вообще цена подскочила почти на 100%. Покупка модели Atorica вообще теряет всякий смысл. Карман от GE я могу порекомендовать к покупке. На Озон его пока можно взять дешевле, чем китайский ноунейм на Алиэкспресс. Это с учетом доставки из Китая.